Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале PolarWolf. Гороскоп и футбол. Гороскоп на завтра. 7 декабря 2020 года. Для всех знаков зодиака. В понедельник, 7 декабря 2020 года, до 23 часов 23 минут, продолжается 22 лунный день. А с 23 часов 23 минут, и весь следующий день, 23 лунный день. 23 лунный день. Очередной тяжелый день, характеризующийся нестабильной энергетикой, вследствие чего дню свойственны проявления агрессии, насилия, разрушения, необратимых перемен. Это очень энергозатратный день, и неправильное распределение собственных сил, переоценка собственных возможностей, может привести к опустошению. Рекомендуется в этот день максимально настроить свое внимание и осознанность. Началась четвертая, последняя фаза лунного месяца. Впереди дни гекаты. Тяжелые, неприятные дни. Уже сегодня вы можете почувствовать, как в вас зарождается страх. Предметы падают из рук, организм ослаблен. Возникает апатия и нежелание действовать. Это нормально, не вините себя. Вам просто не хватает энергии, ведь луна постепенно убывает. Нехватка энергии заставляет человека добывать ее из других людей. Сегодня на вас могут оказать моральное давление. Не поддавайтесь на провокации и прогоняйте желание мстить. Сегодня вами может овладеть соблазн, ввязаться в авантюру, поссориться с людьми. Окружающие взвинчены, атмосфера накаляется. Так просто ввязаться в конфликт или стать его причиной. Старайтесь подавлять в себе любые негативные эмоции. Оградите себя от людей на сегодняшний день. Будьте внимательны и осторожны. Посвятите день домашним заботам. Находиться на общественных мероприятиях и в людных местах в этот день не рекомендуется. Толпа сегодня непредсказуема. Прощайте людей, и они простят вас. Избегайте возбужденной, расперепевшей толпы. В этот день нельзя растрачивать энергию впустую, ведь ее становится все меньше, а впереди не один трудный день. Займитесь духовными практиками. Подведите итоги прожитого месяца. Все ли вы успели сделать, что планировали? Если все-таки что-то осталось невыполненным, не отчаивайтесь. Лучше подумайте о тех уроках, которые вы сумели вынести для себя. Думайте о том, что месяц прошел не зря. Здоровье и питание. Нашел тут для вас классный и компактный блендер-миксер Хайер. Легкий и простой в использовании. Безопасный и продуманный дизайн. Мощность 120 Вт. С завтрашнего дня начинается распродажа. Продавец скинул купончики. А с промокодом можно еще больше скинуть ценник. Цена в распродажу с купоном продавца и промокодом составит 1729 рублей. Практикуйте воздержание в еде. Убойную пищу сегодня есть не рекомендуется. Включите в рацион побольше молочных продуктов. Ешьте творог, сыр. Можно печь ватрушки с творогом. В этот день может возникнуть тяга к обжорству, но ее необходимо преодолеть. Нагружать желудок сегодня категорически не рекомендуется. В этот день следует уделить особое внимание здоровью. Иммунитет человека ослаблен, поэтому есть риск заболеть. Не рекомендуется никакие хирургические операции, разумеется, кроме жизненно необходимых. Нежелательно стричь волосы и ногти. Самая уязвимая часть тела сегодня – это позвоночник. Будет это время для его укрепления. Вообще любые оздоровительные процедуры сегодня благоприятны. Возрастает риск подхватить половую инфекцию. От секса в этот день лучше воздержаться. День травмоопасен, поэтому не делайте резких движений. Избегайте нагрузок на позвоночник. Не поднимайте и не переносите тяжелые вещи. Следите внимательно за своим здоровьем. Возникшие сегодня болезни могут быть опасны и непредсказуемы. Поэтому при первых же симптомах обращайтесь к врачу. Любовь и отношения. Сегодня любой обмен мыслями, невинный разговор грозит обернуться крупной ссорой. Люди взвинчены, они ищут слова в скрытый смысл. Они одержимы завистью, ревностью, обидой. Лучше излагать вещи прямо, без намеков. Иначе вас могут неправильно понять. Лучше всего, если ваш образ жизни такое позволяет, вообще не общаться с людьми сегодня. Если же контакт неизбежен, будьте терпимы и срывайтесь. Заключать брак в этот день крайне не рекомендуется. Также следует воздержаться от интимной близости. Секс в этот день слишком истощает. Кроме того, обостряются половые заболевания. Также нежелательно зачатие ребенка. Он может родиться с физическими или психическими отклонениями. Работа и творчество. А один из самых худших дней для бизнесменов. Не начинайте ничего нового. Лучше доведите до конца то, что когда-то запланировали. К решению вопросов подходите серьезно. Взвешивайте и обдумывайте доводы. Переговоры лучше отложить. Они могут только породить новые проблемы. Заниматься финансами можно, если это не крупное дело. Торговля, операции с неближимостью, судебные разбирательства. Все это лучше отложить на другой, более благоприятный день. Люди искусства испытают нехватку вдохновения. Возможно, наступит творческий кризис. Единственные, чья работа сегодня почти не подвержена темной энергии, это научные сотрудники. Рожденный в этот день может стать важным человеком, вершителем правосудия. Родителям следует прививать ему интерес к знаниям, воспитывать в нем доброту к окружающим и природе. Тогда этот человек будет мудрым и справедливым. Во всех начинаниях его будет ждать успех. Его действия будут отличаться зрелостью и законченностью. Он может стать защитником униженных и оскорбленных. В хуже же случае, при неблагоприятных обстоятельствах, рожденные в этот день люди становятся лицемерами и злопамятными людьми. Они могут стать законченными негодяями, способными сначала расположить к себе человека, а затем, как говорят, воткнуть нож в спину. Энергетическая нестабильность 23-го лунного дня чувствуется и в сновидениях. Это выражается в том, что сны в этот период становятся тяжелые, сбивчивые и беспокойные. Несмотря на то, что образы таких сновидений зачастую неприятны, они могут содержать в себе много полезной информации. Сновидения этого лунного дня способны отразить ваш внутренний конфликт, создающийся из-за неприятия вами вашей сути, либо изменений, происходящих как внутри вас, так и вокруг. Так или иначе, трансформация сознания, возрастающего в 23-й лунный день, будет провоцировать вас на внутренние противоречия, переоценку своих возможностей и сил. Верное толкование сновидений поможет вам увидеть суть этих противоречий, в результате чего, отталкиваясь от полученной информации, у вас появится возможность более спокойно принять перемены, обрести мудрость и получить новый практический опыт. Сад-огород. 23-й лунный день начинает 4-ю лунную фазу. В этот момент жизненная активность растений замедлена. Соки идут в корень, питая нижнюю часть. Рекомендуется избегать любых повреждений корней, побегов и молодой поросли, иначе растение может заболеть, либо погибнуть. И наоборот, этот период вполне подходит для работы над верхними частями растений. Можно делать их обрезку и прививку. Во время убывания луны рекомендуют садить и собирать плоды, находящиеся в земле. К ним относятся все корнеплоды, которые питательны и полезны, в связи с тем, что в этот период растения активно набирают полезные элементы в корнях. В этот период также проводят обрезку клубничных усов, выкапывают луковицы цветов. Хорошо прореживать сходы, выкапывать сорняки, бороться с родителями. Также можно удобрять почву и подкармливать растения. Не рекомендуется в этот период обильный полив. Желаю вам благоприятного и удачного во всех отношениях дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Палар Волф